Сегодня стартовал второй очный тур. Пять лауреатов в номинации «Учитель года Ямала» по очереди приняли участие в мастер-классах. Каждый поделился опытом и показал свою интерактивную форму обучения в формате тренинга и конференции. По мнению педагогов, мастер-класс – это самое открытое и сложное испытание, поскольку в нем участвуют и члены жюри, и школьники, и родители. Задача конкурсанта – мобилизоваться и сосредоточить усилия на раскрытии своих профессиональных и интеллектуальных ресурсов. Как обычно, победу в таком испытании одерживают педагоги, которые обладают неординарными личностными качествами. У меня получается все. Конечно, всегда есть к чему стремиться. На мой взгляд, вообще ничего идеального в этом мире не бывает. Поэтому сейчас я, конечно, делаю выводы по итогам своих уроков, мастер-классов, семинаров. Какие-то будем вносить изменения, но в целом пока все идет по нашему плану. По плану все шло и в детском саду «Светлячок». На базе этого учреждения проходят конкурсы в номинации «Воспитатель года». Здесь члены жюри по итогам первого тура также определили пятерку лауреатов, которые продолжают участие в конкурсе. Лучшими стали воспитатели из Губкинского, Надымского района, Ноябрьска, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Как отмечают участники, все испытания проходили в позитивной обстановке. Каждый день организаторы старались радовать и поднимать настроение конкурсантов вкусными презентами. Буря эмоций, положительных только эмоций. Здесь такая уютная, доброжелательная, поддерживающая атмосфера создана в детском саду, что легко, очень удалось здесь присутствовать. Следующее у нас ток-шоу «Профессиональный разговор» состоится с победителями Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 2018 и победителем окружного конкурса 2018. После ток-шоу для всех участников и гостей победители окружного и Всероссийского конкурсов провели мастер-классы и поделились своими методами работы с детьми. Одной из первых выступила «Воспитатель года России 2018» Анастасия Шлемко. Она рассказала о своем авторском проекте-практикуме «Наука маленького роста». «С чего начинается поиск?» «Затруднения» 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 на первых этапах работы перед детьми ставит педагог. «Дальше» «Идеи» «Идеи» «Да, это самый важный этап. Здесь принимаются любые идеи детей, даже самые фантастические. Без боязни ошибиться или ответить неправильно». В ходе дискуссионной площадки Анастасия Шлемко не только познакомила педагогов и воспитателей с авторскими разработками, но и ответила на многочисленные вопросы. Третий конкурсный день для всех участников прошел плодотворно. Подводить итоги дня члены жюри и счетная комиссия будут до позднего вечера. А завтра во Дворце культуры «Нефтянник» состоится торжественная церемония закрытия окружного конкурса педагогического мастерства 2019, на котором и объявят имена двух обладателей хрустального пеликана и званий «Педагог года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». Елена Канина, Олег Семагин, Денис Гимб, Новости Губкинского.